Нейрофизиологические исследования и медитации Но нужно сказать, что первые работы в этом направлении, это были только единичные публикации, это были первые неуверенные, робкие попытки подойти к такой сложной теме исследований. И, конечно же, к сожалению, нужно сказать, что у Натальи Петровны Бехтеровой не было возможности в то время использовать медитации в качестве модели для изучения того, как работает мозг человека в разных измененных состояниях сознания. Несомненно, ей эта тема была бы очень интересна. И нужно сказать, что ситуация с нейрофизиологическими исследованиями медитаций изменилась где-то за последние 10-20 лет, когда количество работ по теме нейрофизиологии медитации, медитации и мозг, медитации сознания, такие работы стали расти в геометрической прогрессии, вплоть до того, что обзорные работы выходят практически каждый год. И чем же обусловлено такое внимание современных нейроученых в проблеме изучения медитаций? Дело в том, что во многих работах медитации действительно рассматриваются как очень удобная модель для изучения того, как изменяется работа мозга на фоне разных измененных состояний сознания, поскольку в процессе практики медитации человек-практик учится понимать принципы работы своего сознания и учится во многом управлять своим сознанием. И также, если, например, мы возьмем буддистскую философскую традицию, то здесь медитации используются для изучения механизмов сознания, изучение, я, конечно, имею в виду от первого лица. Такие исследования проводятся уже более 2000 лет, и здесь накоплен и очень большой, разработана очень подробная теоретическая база, и накоплен огромный методологический материал определенной рекомендации, как нужно применять те или иные практики медитации, к чему это может приводить. И все это позволяет сопоставить современные нейрофизиологические знания о работе мозга с этим более чем тысячелетним опытом интроспекции, который накоплен в буддийской созерцательной традиции. Несмотря на то, что, как я сказала, количество работ, посвященных медитации, в последнее время растет, нужно сказать, что результаты этих работ во многом противоречивы. И если, допустим, мы возьмем механизмы восприятия во время медитации, то здесь одни авторы говорят о том, что во время медитации происходит усиление внимания к сигналам внешнего мира, усиливается обработка сенсорной информации. Другие авторы, наоборот, показывают в эксперименте, что нет, происходит определенное отстранение от внешнего мира, и ослабляется сенсорная обработка. Можно предположить, что такое противоречие этих данных связано с тем, что под термином медитация, как правило, мы понимаем огромное разнообразие практик, которые могут значительно различаться даже в рамках одной философской или созерцательной традиции. И таким образом дальнейшее исследование медитации, ну вот в частности механизмов восприятия и сенсорной обработки во время медитации, остается актуальным. Мы знаем, что согласно буддийской философской традиции существуют определенные виды медитаций, которые сопровождаются так называемым растворением грубых уровней сознания, сознания, которые связаны с пятью органами чувств. Это вот как раз те самые медитации, которые упоминал в начале Святослав Всеволодович Медведев, и которые, ну, с определенной долей вероятности могут приводить опытного практика к такому состоянию, к такому феномену, как тугдам. Мы же предположили, что с точки зрения психофизиологии эти медитации могут сопровождаться действительно уменьшением сенсорной и когнитивной обработки внешней информации и определенным уровнем отстраненности от сигналов внешнего мира. Собственно, вот эта работа посвящена проверке данного предположения. В этой работе мы использовали классический трехстимульный тест в пассивной отбол парадигме. Суть этого теста заключается в том, что испытуемому предъявляется последовательность стандартных стимулов, которые одинаковы по своим характеристикам, и в этой последовательности через разные промежутки времени предъявляются некие новые девиантные стимулы, которые отличаются от стандартных по частоте. И также через разные промежутки времени в этой последовательности стандартных стимулов предъявляются новые или такие сложные комплексные стимулы, которые также отличаются по своим частотным характеристикам и от стандартных стимулов, и от девиантных. Пассивная отбол парадигма говорит о том, что от испытуемого не требовалось какой-либо специальной реакции на эти стимулы. То есть наши испытуемые сидели в позе для медитации, спокойно расслабившись и в пассивном режиме прослушивали эти звуки, которые им предъявлялись, и в состоянии медитации, и в контрольном состоянии спокойного бодрствования. Всего в исследовании приняло участие 140 человек. Это монахи, практики из буддийских монастырей Юга Индии и Дарамсалы. И они выполняли следующие виды медитации. Эта медитация однонаправлена концентрацией внимания на каких-то мысленных объектах или на философских понятиях буддийской философии. Они выполняли аналитическую медитацию на тех же философских понятиях, которые представляют из себя, ну, собственно, процесс анализа, приведение каких-то доводов или аргументов в пользу того или иного понятия. Также они выполняли тантрические практики, которые связаны с очень сложной системой визуализации. Но на данном этапе исследования мы не будем эти практики осматривать по отдельности, поскольку на опыте выясняется, что опытные практики медитации могут в рамках одной сессии медитации каким-то образом произвольно комбинировать различные элементы из этих трех практик. И в буддийско-философской традиции эти практики также рассматриваются как некая единая самосогласованная система. Поэтому на данном этапе исследования мы эти практики не разделяем. Ну, регистрация электроэнцефалограммы проводилась классическим образом. По результатам регистрации электроэнцефалограммы мы рассчитывали потенциалы, связанные с событиями. Они рассчитывались для каждого практика, для каждого типа стимулов. В нашем случае это стандартные, девиантные и новые стимулы. И, соответственно, для двух состояний. Это состояние медитации и контрольное состояние. Для статистического анализа различий нами была выбрана зона интереса. Это три фронтальных отведения и три центральных отведения, соответственно. Мы рассматривали, при сравнении различий между состояниями медитации и контроль, мы рассматривали такие компоненты потенциалов, связанных с событиями, как компонент N1 в ответ на стандартные, девиантные и новые стимулы. Это компонент с негативной полярностью, который отмечается с максимумом амплитуды в районе 100 миллисекунд. В ответ на стандартные и девиантные стимулы мы рассматривали такой компонент, как P2. Это позитивная волна с максимумом амплитуды на интервале 200 миллисекунд. На разностной кривой, когда из реакции на девиантный стимул вычитается реакция на стандартный стимул, мы рассматривали такие компоненты, как негативность рассогласования, это негативная волна с максимумом амплитуды где-то в районе 120-150 миллисекунд, и такой компонент PSS, как волна P3A, позитивная волна, соответственно, с максимумом амплитуды 300 миллисекунд. И также компонент P3A мы рассматривали на разностной кривой, когда из реакции на новый стимул вычитается реакция на стандартный стимул. И результаты. Да, прошу прощения. Во время медитации относительно контрольного состояния показано, что амплитуда компонента N1 на девиантный стимул уменьшается во всех шести рассматриваемых отведениях. Вместе с тем нужно сказать, что мы не выявили различий в амплитуде компонента N1 на стандартные стимулы или на новые стимулы. Также мы не показали различий в амплитуде компонента P2 на стандартные или девиантные стимулы. На разностной кривой девиантный стимул минус стандартный стимул мы показали, что амплитуда такого компонента, как негативность рассогласования, также уменьшается во время медитации относительно контрольного состояния во всех шести рассматриваемых отведениях. И также уменьшается амплитуда компонента P3A, также соответственно во время медитации относительно контрольного состояния. Здесь уменьшение отмечается в двух центральных отведениях C3 и CZ. На разностной кривой, когда из реакции на новый стимул вычитается реакция на стандартный стимул, также показано, что амплитуда компонента P3A уменьшается в трех центральных отведениях во время медитации относительно контроля. Мы знаем, что компонент N1 отражает обработку физических характеристик стимула и автоматическое переключение внимания на данный стимул. И в нашем случае уменьшение амплитуды компонента N1 на редкие девиантные стимулы может говорить об уменьшении чувствительности слуховой коры к редким девиантным стимулам во время медитации. Компонент P3A, более поздний компонент, отражает направление внимания на неожиданные стимулы и во многом связан с нисходящими влияниями, то есть уже отражает какие-то элементы когнитивной обработки сенсорной информации. И в нашем случае уменьшение компонента P3A в ответ на новые и девиантные стимулы может говорить об уменьшении ориентировочной реакции на неожиданные стимулы во время медитации. И мы знаем, что негативное стрессогласование – это неспецифическая реакция коры мозга в ответ на любое изменение в потоке сенсорных стимулов. И, соответственно, в нашем случае уменьшение негативности рассогласования во время медитации может говорить об уменьшении дифференцирующих, различающих способностей коры, соответственно, во время медитации. И последние два слайда у меня. Что хотела сказать по поводу значимости наших результатов, может быть, для дальнейшей перспективы. Мы знаем, что современное понимание механизмов негативности рассогласования основано на гипотезе прогнозирующего, предсказывающего кодирования. И эта гипотеза говорит о том, что если мы какое-то время предъявляем стандартные стимулы, одинаковые стимулы, информация об этих стимулах записывается в память. На основе этой информации, записанной в памяти, мозг строит некую вероятностную прогностическую модель, что если в прошлом были стандартные стимулы, то и в будущем с наибольшей вероятностью следует ожидать стандартный стимул. Когда же ожидание и реальность расходятся и предъявляется некий новый редкий девиантный стимул, возникает сигнал об ошибке предсказания. И, собственно, этот сигнал мы видим как негативность рассогласования. И вот на наш взгляд интересно, что в последние годы эта же модель прогнозирующего кодирования стала использоваться для объяснения того, что может происходить с восприятием практиков во время медитации. Здесь медитация рассматривается как некая тренировка, которая постепенно вводит практика в некое состояние пребывания в настоящем моменте. То есть на восприятие практика в настоящем моменте меньше влияет то, что произошло в прошлом и то, что записано в память. Ослабляются ожидания по поводу будущего, предсказания будущего, то есть ослабляется прогностическая модель. И, соответственно, должно снижаться качество ошибки, сигнал об ошибке предсказания. То есть должна снижаться амплитуда негативности рассогласования. Но до сих пор в литературе не существовало экспериментальных подтверждений этой гипотезы для медитации. И вот здесь как раз-таки наши данные, полученные на достаточно большой группе испытуемых, являются подтверждением этой гипотезы. И таким образом как бы перебрасывают мостик между механизмами генерации негативности рассогласования и предположением о том, как может меняться восприятие практиков в ходе применения техник медитации, медитативных практик. И последнее, что я хотела сказать. В литературе негативность рассогласования часто рассматривается как пример частный случай работы детектора ошибок. Ну, я говорю частный случай, потому что имеется в виду сенсорные модальности. И мы знаем, что детектор ошибок впервые был описан в работе Натальи Петровны Бегстеревой в 68-м году. И первоначально предполагалось, что это некие отдельные популяции нейронов, которые реагируют избирательно, селективно на неправильное выполнение какого-то тестового задания. Последние исследования показали, что детектор ошибок является одним из базовых принципов работы мозга человека. И во многом он облегчает нашу жизнь, поскольку наше повседневное стереотипное поведение мы осуществляем практически не задумываясь о нем. И в этом нам помогает детектор ошибок. Но в том случае, когда диктат детектора ошибок усиливается, в этом случае могут возникать уже какие-то патологические состояния. И в настоящий момент с нарушениями работы детектора ошибок связываются такие незаболевания, нарушения, как ОКР, различные мании, различные тревоги, алкоголизм и наркомания и так далее. И вот тот факт, что мы видим ослабление работы детектора ошибок во время медитации, ну, по крайней мере, я опять-таки говорю, сенсорной модальности, это очень интересный и очень важный факт, потому что он ставит вопрос о том, а как же работает один из базовых принципов человеческого мозга на фоне разных измененных состояний сознания. И это вот дальнейшие исследования в этом направлении являются, несомненно, продолжением работ Натальи Петровны Бекстеревой. И второе, о чем это позволяет задуматься, это о том, что возможно, возможно, использование медитации как дополнительного терапевтического фактора влечения таких расстройств, таких нарушений психики человека, которые связаны с чрезмерной активностью детектора ошибок. На этом все. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам большое. И у нас есть время на вопросы, на самом деле. Есть, да? Да, так что, коллеги... Я старалась. Раз вопросы есть, то задайте их. Добрый день. У меня такой вопрос. Вот вы изучали, в общем-то, необычных людей, которые живут в определенном месте, которые не несут ответственности за семьи, у которых нет определенной динамичности, которые есть, например, у нас в городах. Вопрос такой. Насколько правильно тогда использовать медитацию в городе для нормальных людей? Я знаю, что многие этим увлекаются. Не будет ли это нести опасность тому, что человек не сможет работать активно вот в этом мегаполисном, мегаполисном февраляции и отвечать за свою семью? Спасибо. Да, это очень интересный вопрос. Такой, скорее, даже не нейрофизиологический, а этический, как-то вот ближе в ту область. Ну, на самом деле считается, что медитации не то, что они как-то способствуют... Ну, то есть они работают как некий выравнивающий механизм. И многолетний опыт применения медитации показывает, что это механизм, который как бы выравнивает состояние человека. То есть, в принципе, для начала медитации, как считается, достаточно там пяти, может быть, десяти минут в день, и это уже будет как-то влиять на функциональное состояние. Ну, не знаю, у вас интересный очень вопрос, да? Вот поэтому мы исследуем медитации, чтобы разбираться, а можно ли их применять вот так вот в обычной жизни, будет ли это работать? Да, конечно, еще вопрос. Пожалуйста, вот микрофон здесь. Спасибо. Скажите, коллега, профессор Бушов, Томский университет, скажите, пожалуйста, а как изменяют сенсорные пороги во время медитации? И что происходит с дефолт-системой во время медитации? Хотя вы непосредственно не смотрели, вот такой вопрос интересный. Сенсорные пороги как изменяются во время сеанса медитации? Сенсорные пороги? Да. И как изменяет состояние дефолт-системы, которая, так сказать... Наверное, начну со второго, потому что этот вопрос меня тоже очень интересует, но насколько... Мы, во-первых, этого не смотрели, к сожалению, может быть, потому что, ну, невозможно объять необъятное, но в литературе есть работы, которые пытаются посмотреть, а как же действительно работает дефолтная система мозга. Скажу так, данные противоречивые. То есть, на мой взгляд, вот как я бы по логике предполагала, дефолтная система мозга отвечает за вот ту самую мозговую активность, мозговую жвачку, которая у нас происходит в обычной жизни. Если практик научается концентрировать свое внимание, вот что называется медитация однонаправленной концентрации, мы концентрируемся на каком-то одном событии, объекте, предмете. Соответственно, вот мне бы казалось, что вот эта мозговая жвачка, вот этот mind wandering должен пропадать. Его должно быть меньше. Мне бы так казалось. Но на самом деле данные, которые существуют, они тоже, ну, очень малочисленные, и они скорее противоречивые. То есть вот здесь надо еще исследовать. Не могу ничего сказать. По поводу сенсорных порогов, ну, вот опять-таки, мы не проводили конкретно вот изыскания по этому поводу, но предполагается, что да, сенсорные пороги могут меняться, механизмы восприятия у практиков медитации меняются. Но опять-таки это очень сильно зависит от того, какой тип медитации человек выполняет. Если это какая-то, ну, трансперсональная медитация, когда человек полностью погружается во внутренний мир, показано, что сенсорные пороги у него, ну, как бы он меньше реагирует на сенсорные стимулы. В то же время, если эта медитация випассана, сама цель, которая заключается в том, что ты сидишь в состоянии покоя и отслеживаешь, что происходит с твоим телом, какие стимулы ты получаешь, какую сенсорную информацию ты получаешь, то здесь, естественно, реакция на внешние стимулы будет усиливаться. То есть все очень сильно зависит, от какой тип медитации мы смотрим. Они очень различаются. Ну, мне кажется, все равно нужно контролировать сенсорные пороги, если вы следуете ЦСП, связанные с событием подноциала на некоторые стимулы. Правильно? А, ну, здесь вы имеете в виду, ну, у нас стимулы предъявлялись с одинаковыми характеристиками, естественно, да. Ну, как во время, извините, можно я влезу? А как во время медитации можно контролировать сенсорные пороги? Вы в этот момент нарушите медитацию? Или я неправильно понимаю? Как вы можете туда влезть? Он именно в отключке от мира находится. А вы ему говорите, нажимай кнопку, когда услышишь. То есть это нельзя проконтролировать. Вот в том-то и дело, что это очень... Ну, при каких-то видах медитации, может быть, это и можно попробовать сделать, но, по крайней мере, вот те виды, которые исследовали мы, у нас в практике отказывались нажимать на кнопочку, потому что это выбивает их из состояния медитации. В том-то и дело. Просто невозможно. Спасибо. Да, пожалуйста, микрофон. Работает? Да. Такой вопрос. Была ли у вас какая-то заранее гипотеза, которую вы тестировали? То есть вы просто померили много всего, потом вы где-то обнаружили статистическую достоверность и потом предложили объяснение для этой статистической достоверности. Грубо говоря, не может ли тут быть просто такой вот, грубо говоря, ошибки, что называется, ошибки выжившего? То есть где-то, вот случайно, да, то есть там же П, там сколько, меньше 0,05, то есть где-то все равно случайно может порог достоверности превысить. То есть не может ли быть такой ситуации, что у вас там случайно несколько параметров превысило порог, и вы просто придумали для них объяснение какое-то? То есть была ли какая-то гипотеза, и если была, то опровергнута она или подтверждена? Вот так. Как ты сказала и показывала на одном из первых слайдов, у нас была гипотеза о том, что существуют определенные виды медитации, которые в буддийской философской традиции с точки зрения буддизма характеризуются растворением так называемого грубого сознания. В буддизме это сознание связывается с пятью органами чувств, в частности со слухом тоже. Мы предположили, с точки зрения психофизиологии, потому что мы не буддисты, мы психофизиологи, мы предположили, что эти медитации могут сопровождаться постепенным отстранением от внешнего мира и уменьшением сенсорной и когнитивной обработки сенсорных сигналов. И, собственно, мы проверяли это предположение, и мы показали, что да, действительно так и происходит. Хорошо, ладно, спасибо. Спасибо. Есть ли еще, да, последний, давайте вопрос. Технический вопрос. Скажите, пожалуйста, девиантный стимул это что было? Что основной, что девиантный? Стандартные стимулы это часто повторяющиеся стимулы с определенной частотой. Что это было? Ну, это... Щелчок что? Да, 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 это простые тоны. А вот новый стимул, он как раз-таки представлял из себя комплексный стимул, где комбинировались пять разных тонов в разной последовательности. Да, это простые стимулы, простые тоны. Спасибо большое. Вынуждена остановить, поскольку время идет. Спасибо вам. Я положила. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...